всем привет я марина и с вами школа сакрамел и это наша новая рубрика педикюр наконец-то на канале будет видео с его выполнением вы узнаете все от а до я будет как всегда очень интересно поэтому подпишитесь на канал чтобы не пропускать новые видео посмотрим на ноги нашего клиента здесь большая длина с данным покрытием модель отходила около полутора-двух месяцев конечно ее нужно убрать посмотрим на стопу она в целом простая но на подкове имеется трещина который также необходимо зашлифовывать сейчас обрабатываем ноги антисептиком убираем его остатки мы начинаем с обработки пальчиков потому что в педикюре все манипуляции необходимо сделать до того как ноги опустятся в ванночку чтобы ногти не напитывались влагой то есть сейчас мы снимем гель-лак срежем длину и далее будем работать со стопой мы используем насадку в виде конуса зеленой насечкой аппарат имеет встроенный пылесос снимаем гель-лак на 35 тысячах оборотов педикюр выполняет подолок нашей школы ольга она левша поэтому снятие производ левой рукой в положении реверс если вы правша вы выполняете движение зеркальное положение форвард работаем плоскостью насадки снимаем покрытие гель-лак когда доходим до края ногтя ставим насадку перпендикулярно и снимаем длинными движениями выглаживающими и если есть ослойки на поверхности конечно их также убираем следите за тем чтобы поверхность снималась равномерно и насадка не проникало глубже покрытия на маленьких ногтях снимаем только перпендикулярно так как сверху вниз не совсем удобно снимать во время снятия обязательно делайте упор мизинцем той руки в которой вы держите рукоять аппарата во избежание пропилов подписывайтесь в социальных сетях там вас ждет еще больше полезной информации срезать длину будем специальными кусачками которые для этого предназначены ставим их перпендикулярно пластине и только кончиком срезаем длину по прямой маленькими шажками не заводим кусачки на середину ногти срезаем под корень оставляя небольшую полоску 0 5 миллиметра хотите развиваться и знать больше о маникюре приглашаю в базу знаний школы sacramel более 20 видео курсов по цене одного с получения сертификатов они доступны по всему миру чтобы присоединиться переходите по ссылке в описании отпиливать длину будем при помощи пилки 180 240 грит устанавливаем пилочку под 90 градусов и опиливаем по прямой делаем форму приближенную квадрату то есть не нужно делать никаких овалов это опасно тем что может начать врастать ноготь пилим только свободный край не трогай боковые стенки очень часто по причине неправильного опила люди сталкиваются с болезненными ощущениями когда ногти давят в кожу и так далее далее необходимо приподнять кутикулу при помощи пушера ставим его под углом 30 градусов отталкиваем ее самое главное глубоко пушером не заходим чтобы не разорвать проксимальную складку в таком случае нам будет проще выполнить обработку забавим поверхность при помощи бафа используем жесткую сторону чтобы убрать частички птеригия зашлифовать оставшийся гель-лак до матовой поверхности не оставляйте глянцевых участков так как это может привести к отслоению будущего покрытия наполнили ванночку теплой водой приблизительно 40 42 градуса чтобы клиенту было комфортно капаем небольшое количество мыла это специальное мыло для размягчения стоп и их увлажнения такую мацерацию стопы выполняем в течение пяти минут после этого достаем ногу клиента промакиваем салфеткой воду и также для дополнительного эффекта нанесем размягчитель для стопы оставляем его на одну минуту чтобы он подействовал обрабатывать стопу будем при помощи специальной пилки она металлическая то есть подлежит обработке от footlogix одна сторона с пупырышками она грубая а гладкая сторона мягкая сначала будем работать грубой а затем будем шлифовать мягкой совершаем работу круговыми движениями важно делать без нажимы если стопа в процессе подсыхает то можно добавить размягчитель или воду работаем до мягкости стопы проверяя ее на ощупь на эластичность в том числе обрабатываем пятку так называемую подкову еще раз наносим размягчитель переворачиваем пилку на мягкую сторону и легкими движениями практически не касаясь кожи заполировываем стопу именно по мокрому задача чтобы стопа не высыхала как бы вбивая этот размягчитель в кожу стопы проверяем гладкость кожи на ощупь за стопой закончили теперь обрабатываем кутикулу наношу ремовер для размягчения кутикулы для работы нам понадобятся кусачки пушер а также специальный инструмент кюретка с двумя лопатками на концах она предназначена для педикюра сначала пушером убираем птеригий и топориком вычищаем его из-под кутикулы в этот момент должны быть небольшие короткие движения поступательные в таком случае все будет хорошо вычищаться заводим кюретку под ногтевую пластину и убираем остатки кожи которая там образовалась и внутренние мозоли движение у нас вверху и с другой стороны можно перевернуть кюретку на другую сторону для того чтобы все убрать из боковой пазухи вытираем ремовер салфеткой убираем его остатки то что вы сейчас видите это мозоль которая образовалась под ноготочком и и необходимо срезать кутикулу будем срезать кусачками сначала начинаем с зоны боковых валиков работаем плоскостью полотна скользящими движениями срезаем небольшую часть кожи и протягиваем на себя переходим к кутикуле кладу нижнее лезвие лежа по ногтевой пластине а верхняя закрывает и срезают кутикулу небольшими легкими движениями по 2 миллиметра важно идти по границе мы с вами видим где полупрозрачная кожа желтоватая это кутикула и задний валик вот наша задача как раз таки идти по этой границе также смотрите за реакции клиента чтобы не было неприятных ощущений сначала выполните основной срез затем повторно наносим ремовер и подсобираем всю мелкую пыль которая осталась при помощи пушера подсобираем остатки кожи и пыли при помощи кюретки вытираем ремовер и посмотрим на результат уже очень здорово по моему наносим воду и мягкой стороной бафика делаем скатку для того чтобы убрать мелкие заусенцы то есть сейчас мы работаем по коже в одну и другую сторону по валикам ноготочки обработаны длины нет кутикула также смотрится ухоженно и чисто таким образом мы выполнили классический педикюр который является гигиенической обработкой стоп понравилось видео обязательно поддержите поставьте пальчик вверх всем успеха в работе счастливо пока пока